Дело в том, что мы рождаемся уже с Божьим качеством и требованием. Мы требуем. Все, что первое делает ребенок, он требует. И с этим приходит эгоизм к себе. Мы первое, что мы учимся, это учимся эгоизмом. Но смотрите, одно дело, ты понимаешь, что твой ребенок хочет кушать, а другое дело, что у него живот болит. Ответьте, дело, что он просто балуется. И маленький дед тоже балуется. Вы знаете, да? Поэтому, почему говорится, что с молоком матери? Это был грех. В чем грех-то? Эгоизм, который мы вырабатываем. И если его не направлять Божьим путем, через любовь, которую мы имеем в Боге, через Писание, мы растим у детей, которые... Проблема. Кажется, вроде бы все сделали так. Я смотрю за своими пацанами. Они никогда не слышали от меня ругательских слов. Никогда. Они никогда не слышали, чтобы я называл свою жену какими-то звериными именами. Понимаете, да? А? Да, кролик, зайчик, лисичка, канарейка ты моя. Я считаю, что это проклятие, это не Божье богословение. Бог дал нам разум, а не птичьи это самое имена. Хотя, как бы там есть и в Писании называют, там голубица, и там еще, еще, еще. Но я, это лично мое мнение, мы никогда с Татьяной не ссорились на глазах у детей. Может быть, там говорили, что на повышенном, что наше нужно сделать, но никогда бы такое не происходило. Но ситуация в другом. Мы пытались их растить в Божьем и пытаемся настаивать. Но дети всегда склонны к тому, что мир предподает. И не без того, что наши дети делали попытку и курить, и ругались, и возмущались. Все от испорченного сердца. Но каждое семя, которое посеяно, оно дает себе знак. И как бы сегодня приятно слышать, что другие люди отзываются на наших детях. Что они чувствительные, что они отзывчивые. И с ними интересно посмеяться, провести время. Богобоязненные. Это люди пишут, которые работают с ними. Наша ли заслуга там? Частично, да. Потому что мы изначально стали идти Божьим путем. Но при всем том, что наши дети иногда так шалили, никогда не было такого, чтобы без молитвы уходили в школу. Они сами поднимали нас или приходили ко мне в комнату. Я же положил голову, папа, благословили меня. Откуда это? Потому что с самого раннего детства. Он только родился, благословляли, пели шма и так далее, и так далее. Опять же, то, что мы заложим внутри. Если дети, мы рождаемся с эгоизмом, мы его развиваем, либо мы его укращаем. Вот и все. Ну а здесь Бог ни при чем. Он дал заповедь. Плодитесь и размножайтесь. Я знаю ваши имена, но плодитесь и размножайтесь. Закон. Мы не являемся, как бы сказать, ошибкой природы. Мы четкий дизайн Божий. И он каждого нас задал по имени. И каждому имеет свое благоволение. Каждому имеет свой план. Вопрос найти без него. Либо мы мечтаем о плане, либо мы движемся в росте и растем в наших планах. Вот понимаете, о чем я говорю? Ты когда-нибудь мечтал, что ты будешь фармацевтическим бизнес-воменом? Планировал это? Нет. Понимаете, да, что вы говорили? Ты у нас училась на кого? Экономист. И стала в нас. И стала журналистом. Начиталась книга. Вот и все. Понимаете, да? Что происходит? Мы готовимся к одному, вроде бы, да? А Бог поворачивает нам в ситуацию, где нам нужно сделать решение. Войти в это или не войти? Будем говорить так. Не было у вас этих друзей, и ты бы не попробовал, чтобы... Ну, как бы, этот бизнес. Что было бы дальше? Работала бы где-то там еще, пахала бы. Да, так вот, чтобы... Мы сейчас тоже работаем, но имеется в виду на кого-то. Да, на кого-то, да? И было бы нормой жизни для тебя. Да, вот момент. Опять, когда мы говорим о Божьем благословении, это времена и сроки. Времена и сроки. Быть в правильное время, в правильное решение. Понадеяться на Господа. То есть, где-то действует вера и двигаться дальше. Можешь ли ты сегодня сетовать на Бога, что Он тебе дал такой бизнес? Ты не можешь, но хочешь. Ну да, при всех обстоятельствах, которые там закручиваются, и все остальное, мы же знаем, да? То есть, как бы, зачем? Что от этого изменится? Ничего. Мы не хотим так думать. Не хотим так думать. Нам поговорить и поговорить, и поговорить, и все. Вместо того, чтобы действовать, действовать и действовать. Ты был дома, поехал в Киев, приехал с Киева. Дальше что? Пока не планируется учеба. То есть, вдруг в какой-то момент подойдет, и нужно его взять и вырасти в этом. Вырасти способность. Это необходимо сделать. Марина, ты сильно мечтала быть медсестрой? Откуда? Ты понимаешь, я хочу вас привести к жизненному моменту жизни. Мы как люди, мы можем запланировать и не получить то, что мы хотим. Но следовать тому, что происходит, и быть довольны в этом, и радоваться, и расти в этом, не суетиться. Недавно мне показали один фильм. Я, конечно, он мне сильно не понравился. Ну, вот так, сильно не понравился. Суть. Суть фильма. Маленький дворик. Три девочки влюбляются в одного мальчика. И он всех троих тоже любит. Ну, маленькие же дети, да? И вот они раскручивают теорию, как вот сложилась бы жизнь этого человека, если бы он женился на одной, если бы он женился на другой, если бы он женился на третьей. То есть, как бы изменилась бы его жизнь. То есть, они проигрывают. Если бы его решение было бы жениться на это, как бы у него сложилась бы эта жизнь. А если бы он женился на этой, как бы с ней бы пошла бы жизнь. Я смотрю, мне не понравилось, конечно, не понравилось, как бы из-за того, что это будет там троичное такое, как бы мистическое какое-то движение. Ну, а в сущности, там где-то у кого-то там у них не сложилась бы жизнь, он же был бедный, а вдруг он там богатый, и там как бы перескакивал, знаете, он там богатый, там сидит за большого озера такого. Как раз, думаю, в мгновение, что уже в другой, как бы уже в семье, там где-то бедность такая, или там на велосипеде, или там где-то мерседес, или на велосипеде там еду. Ну, как бы, ну, более счастливый, более унылый, там более счастливый. А то бы даже трагедия была. Знаете, вот такое вот развитие. И, но в сущности, как бы фильм, он показывает, что бы могло бы измениться в твоей жизни, если бы ты сделал выбор. Ну, это твой выбор, и ты должен с этим идти. Бог так же само управляет нашими жизнью. У нас есть конкретное, например, от Господа слово. Чувствование, грубо говоря, не слово, а чувствование, что мы призваны в служение. Вопрос. Мы хотим попробовать, или не хотим попробовать? Если бы мы попробовали, и не получается, нам нужно сдаваться, или же, наоборот, идти дальше, или что-то изменять. Вот этот шаг, который мы должны делать, вот так, где мы должны расти. Лучше попытки, неудачи потерпеть, чем сидеть и ждать, пока вся жизнь пройдет. Попытаться. Не получается изменить, работать, двигаться в это направление. Не ступать назад. Да, где-то мы поспали чуть больше, за дождь, где-то мало поспали совсем. Но получить от этой жизни удовольствие. Как это возможно? То есть, даже грех удовольствия получать мнение, получить от этой жизни удовольствие. Быть довольным, чем ты занимаешься, и что происходит именно сейчас. Вы учитесь, вы изучаете, что такое любовь, как любить себя. И вот это одно из моментов. Быть довольным, то, что происходит, любить себя, как тебе-то и есть. Не превозноситься, не опускать руки, но любить себя в это время, когда Господь с тобой направляет твои шаги в город. Думал ли Саша когда-нибудь, что он женится на Лене? Никогда не думал об этом. В какой-то момент в жизни, Лена, проходя мимо Ковчега, забежала на еврейский огонек, перепугалась до смерти, пока на самом этом, говоря молитву покаяния, у нее все тряслось. И думала, что она делает через пару лет, она уже как бы приняла кфилу, делала посвящение, и сегодня мы ожидаем, что будет свадьба. Вопрос когда? А что будет после свадьбы? Как изменить твоя жизнь? Что ты будешь делать? А жизнь сто процентов изменится. Вы понимаете, да? То есть мы можем мечтать, но когда приходит реальность, мы не должны разочаровываться. Имеется в виду, приходит как бы уныние, тоска, мы не должны разочаровываться в Боге, потому что мы должны выстоять, мы должны подняться. И если опустить руки, все пускай катится, как оно будет, мы не добьемся ничего, мы будем за это отвечать. Бог нам не дал дух страха. Да? Он не дал нам дух страха. Да? Да? Иногда кажется, что может быть не надо, но когда ты потом круг жизни пойдешь, скажи лучше, слава Богу, что сделала. Что именно? В чем оно заключается, благословение Бога? Как это? Ну вот у нас есть слова, у нас на самом деле, у нас есть слова, а что это такое, мы не понимаем. даже если земля не даст плода, и стадия не станет от царцы, и виноградная лазань не принесет свой плод, и тогда я буду радоваться Господи Богу. Что за благословение? Все забрал. Если, слово «если» там стоит, если ты будешь исполнять закон, который сидят, заповеди мои, и следовать за ними, то есть там есть вопрос такое, исполнять, следовать, выполнять их, тогда я благословлю тебя, и ты будешь благословен. Не будешь. Мы не знаем. Мы не знаем. Ребе, что мне делать? У меня уже жена беременна с четвертым человеком, с сыном, и мы живем в одной коммуналке, двадцать метров квадратных. Что делать? Что делать? Еще теща есть. Купи козу. Купи козу. Поможет. Купи козу. Купил козу. Приходит. Боже мой. Ребе, что происходит? Жена уже родила. Коза на кухне. Теща в ванной. Дети везде. И говорит, кошмар. Говорит, я уже не выдержу. Что делать? Что делать? Продай козу. Приходит через две недели. Говорит, как много места в доме. Я хочу, чтобы вы понимали, что для кого-то коза станет благословением. То есть, они подвинут всех детей и станут прибылью. А для кого-то избавиться от того становится богатством. Вы понимаете, да? Как взвесить эту позицию? Насколько тебе хватает сил. Сверхсил Бог не дает. И если ты обогащаешься, то приобретаешь для Царства Небесного, для своего Царства, для своих детей, то сверхсилы Бог тебе не даст. Если ты не можешь приобрести, то сверхсилы тебе Бог не даст. Вопрос. Если ты... Ну, ведь чаще всего богатство уводит людей от Бога. Это правда. Чаще всего любовь к деньгам это приносит проклятие. Но сверхсил ведь Бог не дает. Правильно? Это уже выбор. Когда ты получил благословение и продолжаешь исполнять все то, что Бог повелел тебе делать, то да, ты будешь еще благословен. Но когда ты получил, что ты должен был получить, незаслуженно, незаслуженно получили весь Израиль, землю, которую Бог обещал. Заслуженно или незаслуженно? Незаслуженно. По обетованию. Просто говорит, я обещал твоим отцам, по этому обетованию. Потому что я обещал, я тебе даю. Ты достоин? Недостоин. Прошли мы с тобой пустыню, прошли мы всякие, все, что могли, отход от меня, ропот и все остальное. Ты достоин. Но ради отцов твоих, ради, я тебе даю, незаслуженно получил. И говорит, теперь за незаслуженное, которое ты получил, у тебя будет ответственность. Будешь следовать за мной, то незаслуженное, которое ты получил, станет твоим благословением и умножится, и умножится, умножится. Но если ты не будешь следовать за мной, исполнять заветы, потому что я тебе диктую, я дал тебе землю, дал тебе то, что недостоин был, Я теперь диктую тебе, что тебе нужно делать, чтобы быть благословением. Не хочешь, я тебе покажу, тебе будут моровые язвы, проклятие, все-все-все-все. Кто это сделает? Бог? Нет. То благослови, которое я тебе дал. Нет. Это сделает то благослови, которое я тебе дал незаслуженно. Теперь, когда мы говорим, мы получили жизнь в Боге, в Ишуа, Мессия, прощение грехов, незаслуженно. Это дар Божий, вот прощение, да, как бы мы не заслужили получить прощение грехов. Вопрос теперь. Если ты хочешь быть благословением, я теперь диктую тебе условия. Ходи по путям моим и будешь благословен. Не хочешь, это же кровь, которая, кровь искупления, оно тебя и осудит. Поэтому Ишуа говорит, верующий в меня, верующий в меня, живет будет, неверующий в меня, осужден будет. Почему? Потому что ты не веришь, что тот дар, который тебе дал, он может стать тебе благословением, и ты пусть, чтоишь проклятие, просто все, оно приведет тебя никуда. И мы не понимаем, что мы, как Израиль, похожая часть, Израиль ничего не заслужил за землю, которую они получили, и мы, спасение, которое мы имеем, мы его не заслужили. Но мы не ценим, или мы ценим то, что мы получили. Израиль, если он будет ценить Израиль, то, что он получил, он будет следовать за Господом и будет выполнять его заветы. Так же, если мы ценим то, что Бог нам дал, мы будем следовать его заветам. Простым законным способом. И полюбить себя означает полюбить Бога, который в тебе. Бога, который тебя создал, таким, как ты, с твоими способностями, с твоими вещами. Да, ты, может, пришел уже со своим багажом в этот мир, в христианский, Бог говорит, спасение, и от чего тебе нужно будет избавиться. Поэтому, он говорит, незаслуженный дар, который ты получаешь, он идет с условием. Условием, если ты будешь ходить по путями, я тебя благословлю. Я хочу благословить тебя. Избавить тебя от прошлых привычек, если ты их будешь видеть. Если ты пренебрегаешь этими привычками, они тебя разрушат. Закон все равно действует. Это не просто благодать, к которой мы вошли, это закон, который мы должны смотреть. И проявление этой любви, оно выражается в Агапе, то есть жертвенная любовь. Жертвенная. Ты жертвуешь собой ради всего остального. Не унижаешься, ты любишь себя, поэтому ты делаешь это все. Понимаете, да? Есть какие-то еще вопросы? Есть? Там много можно говорить, конечно, и как любить себя, там есть и ближнее своего, и местописание, там Псалмы 139, Иереминия 1 глава, Иова, там разные моменты. Я хочу, чтобы вы задавали вопросы, вы будете поговорить, общаться. Бог не посылал ничего. И что? И что? Я думаю, что здесь при всем этом, я думаю, что Бог посылал испытания, я говорю, ты можешь. Ты можешь. Я говорю, ты забери с ней от него ограду, послали тебя. То есть, как бы защита Господня, она есть. Вопрос как заключать, это в чем. Спасибо. И написано, что я, кого я возлюбил, я ненавидел. Бог есть любовь. Может ли Бог ненавидеть? Отверг. Почему Он отверг? Подожди. Смотри. Смотри, родившись первым, Он уже унаследовал Божие правила первородства. И все, да. Чем? Тогда не было благословения для Него. Это не совсем так. Не совсем так. Не совсем те вещи. Мне кажется, как бы, в ответ. Ты правильно говоришь. Правильно говоришь. Не совсем те вещи, которые происходят. И Исаав, он, он говорит так, отрекся от своего первородства. Посчитал его, не таким, ну, вот когда его жизнь подвергала это, может быть, опасности, он не посчитал, что это даст ему какую-то, ну, выгоду, да, первородство. По этой, а? Да, по этой причине. По этой причине. Мы дальше видим, что Бог обращается именно в сторону Иакова. Он, Бог знает заранее, да, но оставляет все-таки выбор за Исавом. Он прорывал, прорыв, прорыв. Да. Порыв. И этот, смотрите, реально какова, что вопрос решался уже потом. Благословения, как бы, должны были передаться Исаву. И что сказать, можно сказать, что, типа, Бог цивил эту дурную мысль для Иакова. Мы еще не знаем, задумано было ли это Иакову или нет. Мы не знаем. Мы читаем просто, как бы так, мы не знаем, каким образом это все было получено. Хотел ли Иаков хитростью забрать это первородство? Или же это, знаете, как во время таких вот взрослых таких вещей, как, да зачем оно мне нужно? А что ты дашь? А что ты дашь вот за похлебку? Что дашь? Первородство. Готовцы отдать первородство. Как бы шуточная форма выражения, да, как бы. Так что мне это первородство? Дай мне пожрать немножко. Опа, слышно твое слово? Что дальше будем делать? А теперь нужно получить его. Продал, отпустил. Поэтому я, как бы, немножко бы по-другому посмотрел на этот момент. Первое право первородства. Исак. Хотел бы государство. Исава. И это, как бы, это на его сердце было. Бог бы по-другому не поступал бы. Но по причине решения Исава произошло другое. Да. Да. Христианский. 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 Да. 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 Первое, которое Иисус говорит, я подал тебе пример, да, и поэтому делать и так же. Служа, первое, служа другим людям, ты будешь способен любить себя. Как вы думаете, отдых – это служа себе или нет? Да. Имейте в виду, будем говорить так, почему сейчас Даня так говорит, ох, наключили вентилятор, второй дверь открыла и там окно, мне что-то плохо. То есть, понимаешь, да? Она не потому, что это суетали, как-то выражение недовольства, а во причине, что у нее голова забита тем, что сейчас мне просквозит, оно мне надо. Правда? Вот такое состояние. Это так же самое, как бы и любить себя. Зачем делать то, что ты считаешь, что оно будет тебе вредить? Сесть на сквозняк и сказать, Бог помилует, мы будем сейчас подолазаны. Типа, знаете, давай. Не, ну, не стоит. Давай, почитай. Осталось немножко времени. Осталось немножко времени. Для меня, например, для меня отдых – это молчать. Это как раз не было, когда я дома стояла, я вновь, я вновь, я вновь. Нет, не то, что тишина. Для меня просто я себе молчу. Я могу говорить, проповедую и так далее, как бы одно служение, второе. Я могу ехать домой и вообще ничего не говорить. И мне такое, как бы, хорошо так. Я отдыхаю, реально, я отдыхаю, когда я молчу, ничего не говорю. Я могу, может, там что-то еще сделать, но это для меня отдых. Я и так мало разговариваю. Такое, что я тебе спорить с ними, оспаривать, доказывать им что-то. Не, не, ну, я говорю, что доказывать им обратное. Я даже вижу, что люди все настроены, но уже все, невозможно, не стоит. Я потом молчу себе. Я езжу, например, на конференции езжу иногда. Думаю, какая бриятина, какие вещи говорят. Но слушаю. Это акт Агапы. Проявляю. Я сейчас езжу, я сейчас езжу. Да. Молчай. Да, согласен с тобой. Согласен. Смотри. Ну, видишь, твоя ревность по Богу снедает тебя. Она снедает. Но вопрос, знаешь, как в чем? Ведь ты знаешь, дано тебе слово. Ты знаешь, что хочет от тебя Господь. Творить дела милосердия, да? В описании. И что еще там? Что там еще такое выражение? И творить правду, делать милосердие. Ты знаешь, что тебя Господь требует? Разве Бог требует тебе обогащения? Это как дар. Способность. Человек, конечно, о том, что ты говоришь, я понимаю, что ты говоришь. Что будут врываться в ваши дома лукавые люди, обольщать семьи, женщины и так далее, и так далее. Обманывая, разочаровывая. Каких надо гнать. Но вопрос, как ты выгонишь, если же люди обольщены? Как сделать, чтобы иметь победу? Своей личной силой невозможна. Это нереально. Ты будешь как изгой опять в своем доме. Но это реально Богом. Ты знаешь, что это неправедный путь. Путь мзды. Ваала, да, Бог говорит, пошли бы путем Ваала. И Ваал не устоял. Будет время, когда оно не устоит. Вопрос, любишь ли ты свою семью настолько сильно, что ты можешь на них молиться просто в тишине. Проливать про них слезы. И вот говорит Господь, я так их люблю. Я вообще, это какое-то, это, 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 сюда особенно. Я знаю, Господь, что они попали сейчас в свете. Но помоги, я моля, только ты можешь сделать. Я пыталась, не получается. Только ты можешь делать. Вот это сложно. Это сложно. Ну, хорошо. Но ничего, это придет время, когда они поймут, что это просто было обольщение. Самое худшее, когда люди понимают, что это обольщение, и из-за того, что они попали, пролетели, и не хотят осознать этот момент покаяния сделать, им стыдно, и потому что меня потом унижали, потому что моя Таня говорила, что я сейчас тебе говорила. И она будет стоять, стоять сильно и твердо, непоколемимо, в своей ереси и своих поступках. Есть верующие люди, которые ошибаются, их наставляешь на путь истину, пытаешься, а потом они не хотят вернуться по причине, что им стыдно, они гордыня, стыдно признаться, что там ты был неправ. Как на меня люди посмотрят? Как это еще там такое? Люди, например, там неделю, они побывали в общине, там две недели. И я говорю, давайте возразить, ну, ничего нет, повозвращайте. А что люди скажут? Люди и так будут говорить. То есть, понимаешь, да, самосознание, что люди во мне, говорю, что Бог о тебе скажет, ты подумай об этом. Понимаешь? А вот причине того, что мы изначально ставим неправильные отношения, то есть напряг такой, наезда, доказываем все, и все остальное, как бы, по правоту такую. Когда попадаешь, как именно, как ты говорила, ты что, я попал по та самая, подраздел, Татьяна права, я что, ты? Так я не хочу, не буду соглашаться с этим. И буду находить любой способ, чтобы не согласиться. Но если бы был бы другой путь, знаешь, там, сестре, ты слушай, я так люблю тебя, я молюсь за тебя каждый день. И, знаешь, я вспоминаю детские времена, когда мы молились вместе, когда Бог отвечал на наши нужды. Я рада, что у вас сейчас все получается. Я верю, что у вас больше получится. И я знаю, что если где-то происходит ошибка, или где-то мы неверны, Бог назовет себя верным. Я чувствую, что ты знал, что я тебя люблю. В любой момент я поддерживаю тебя. Если нужно поддержать тебя, ты скажи, я буду с тобой рядом. И это меняет ситуацию. Меняет. Она потом попадается в ситуацию, твоя сестра, и ты прибежите, я попала, помоги за меня. Совсем другой момент. Во-первых, ты как бы, она не чувствует, что ты ее осуждаешь, что она делает ошибки. И ты оставляешь место для того, чтобы она вернулась. Ты не благословляешь, как бы имеется в виду то, что она делает, ты не благословляешь это. Но ты мир свой отпускаешь. И Ишуа говорит, когда вы приходите в дом, говорите, шалом, пускай мир. Если я стою, они принимают, этот мир останется у них. Нет, уходите просто, стеркните свои руки и все. Не благословение, а свой шалом, свой мир. То есть разница между благословением и миром. Многие люди говорят, какая разница? Такая же разница, как между благословением Иакова над своими детьми. Или же Исаака, который благословил Иакова, а Исаака что? Не осталось ничего. Почему? Ты сделал свой выбор уже. Даже если тебя обманули, но ты сделал первый свой выбор, отказавшийся от своего пребородства. Понимаете, о чем он говорит, да, в такой момент? И что, думаете, не был ли Исаак благословен? У него остался мир, у него осталось, как бы сказать, отцовское благословение, что ты будешь служить своему младшему брату. Видите, что он мог сказать. И с этим, ну таким, неприятным благословением, что Исаак делает? Начинает гнать своего брата. Распространил шатры. Разве он не был успешным? Исаак был успешным? А? Не бедствовал, не нищий, не был проклятый, правда, да? Но не имел своего благословения. Понимаете, да? То, что ты уже возвращалась внукам и правы, и так далее. Он так же само жил. Нормально конницы и все остальное. Яков даже боялся, потому что думал, что это будет крыльдик. Он распространил свои шатры, но он понимал, что отцовского благословения он не получил. Понимаете, разница? Мир и отцовское благословение. Отцовское благословение выразилось в Якове, когда он имел позицию с своими детьми, когда распространил его шатры, когда физически призвал Израиль, выделил Израиль отдельно с народом, призвал Мессию туда. Понимаете, да? Это является благословением. А мир, которого отпустил Исаак, своего сына Исаава, он остался с ним. Он тоже был богатый, тоже был, имел конницы, имел свой народ, тоже имел нормальный секс и детей, и шатры, и все остальное. Мы посчитали это благословением. А он понимал, что легко и слово. Понятно, да? Поэтому для тебя ты можешь ее богословить миром, то есть мирным положением. Но ты не богословляешь то, что она делает. Имеется в виду поступки, которые происходят. Ты не богословляешь тот момент обольщения, которое там финансовое, которое у них там есть, и все остальное. Все. Но ты не выпускаешь, расставляешь. И мы говорим, чтобы богословить тебя Господь, и сохранить тебя, да? То есть, это двойное богословение. Богослови, и потом сохранить тебя, и потом презрить на тебя слепим лицом своим, и даст тебе, в конце концов, успокоение, свой шалом, свой мир одо всех сует, которые у тебя есть. Твое понимание. Еще у нас все, время нету. Последний, последний вопрос. Смотря, смотря, в какой ситуации тебе это говоришь. Если тебе говорят, слушай, Света, ну, повсюду, полюби себя. И ты будешь говорить, я себя уже научилась, мы прошла и она училась любить себя. Это не то положение. И хочу, чтобы вы понимали, Моисей не вошел в обетованную землю по причине своего расположения сердца. Он не вошел, потому что он разозлился на народ. Ну, не совсем. он не против Бога. Он не против Бога. Не против Бога. Не против Бога. Бога. Чтобы ты понимал, не против Бога. Ты можешь бунтовать против Бога. Ты можешь бунтовать против схулу делать на отца, на сына. То есть, это проститься. Кулата бунт. Но, когда ты относишься к человеку, которого сотворил Бог, с не пренебрежением внутри закладанным заложенным состоянием у нас на сетку да будет тебе что бог говорит подожди это мой народ ты не имеешь права его судить и когда с моисеем произошла штука интересно ведь богу эти дам землю приду где будет молоко и мед он это пророчество он об этом кричал он там проповедовал обо всем устроял уже в пустыне образ работы и управления вы из варис израиль в земле обитованной и в конце концов живя и двигаясь вперед к цели наследовать землю обитовано обитовано вы думаете он не себе не рисовал какой кусочек получит что понятие то побольше еще кусочек правильно на храмовой горе самой я о чем я говорю о том что о он не ожидал что господь скажет потом извини не войдешь а про и все раввины все все комментарии торы говорят что я сердце его было неправо перед перед народом мне вам из этой скалы бы вытащить воду мне ли вам как бы так как бы народ и буйно а ты вот град стоят и сюда поговорим ответственность было за народ поэтому когда мы говорим с людьми мы должны исследовать себя свое сердце мы должны помнить что нам нужно выдержать себя в правильном положении поэтому действующие ага по которому на котором мы говорим оно должно при обладать со всеми остальными качестве любви но уж уступать и и уметь каяться уметь признавать свои ошибки это важная часть не оправдывать свое поведение не оправдывать почему ты это сделал потому что всегда глупости позволяет как дети оправдывать свои действия и думаешь какая глупость у я первый раз родился за бы так вот глупости потому что они не знают силы благодати я упознал силу благодати своей жизни когда был пацаном я понял что лучше папе сказать горькую правду я риса но я за это не обменяйтесь не бил когда говорил правду отцу он никогда не трогал если думал боже откуда узнаешь я лгу и понятно что это на мне было написано сегодня понимал что это это глупые мои вот этот момент и он наказывал мне когда я говорю мне правду но когда говорил правду что нас оправдал делал я понял лучше говорить правду всегда и когда сегодня вот приезжает моя мама да она моих детства учит я знала и знаю с тебя до сих пор до сегодняшнего дня если валик сказал значит это так оно и есть всегда с детства да вот это мой моё я получил этот откровение не знал откуда что я не буду получать то что буду говорить правду пропустил прогулял и так далее это сделал я говорю я прогулял не хотел эти на школу прости ты понимаешь что так нельзя делать понимаю школу завтра понял есть пошел в школу что сложно но когда я начинал у меня живут болит у тебя голова болит а потом это тот самый момент такой я думаю что вот состояние нашего сердца определяет наше будущее бог смотрит на сердце вот человек на лицо а бог что сердце потому что оттуда источники жизни если ты закидываешь его к камнями ненависти куда вот ты начинаешь отстаивать всех и ты просто ты возмущаешься на сестру нас и тех людей него причине что-то самое что типа не ели стесла потому что они туда затаскивают твою сестру для что-то плохо закончится и так такое доказать им что они не правы но а доказать начинают доказывать что отсюда что все что у вас есть нилое вы не правы не так нужно делать не понимаю после после говорю тебе в общем как бы конкретно тогда вот нужно опять определяет сердце что ты это скажешь и докажешь ели еретику ты можешь только в смирении сказать вот это это говорит писание все что хочу могу тебе сказать я так понимаю ты считаешь еретик я не думаю а другой как бы посмотрит это все если я посмотрю это по-другому твое состояние сердца должно быть все до завтра если вы чувствуете свое призвание к служению еврейскому народу и желаете окунуться в источники писания быт культуру и традиции израиля у вас есть такая возможность мы приглашаем вас пройти двухгодичное стационарное обучение с практическим служением мессианской общине у нас в одессе мессианской общине у нас есть такая возможность мы приглашаем вас пройти до конца